Всем привет! Меня зовут Екатерина. Сегодня я хочу показать и рассказать, чем я занимаюсь. И рассказать также об уникальных свойствах и целебной силе моего продукта. Если вам понравится мое видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Мой канал на двух языках. Ну, сейчас начнем. Что же я делаю? Вот выращиваю ростки гороха, гречки, подсолнуха, пшеницы, брокколи, люцерны. Здесь у меня люцерна. Так почему я это делаю? Почему я выращиваю эти ростки? Потому что я люблю себя, я люблю свою семью, я забочусь о нашем здоровье. Ну, а сейчас поподробнее. Уникальный питательный состав в ростках заложен самой матушкой природой. И когда ростки начинают расти, натуральный состав витаминов увеличивается в 20 раз на 5-7 день прорастания. Ростки содержат просто невероятно огромное количество витаминов и минеральных веществ. А ферменты в ростках помогают переварить не только сами проростки, но и любую другую пищу. И также наладят работу симбиотических бактерий и снимут возможность дисбактериоза, укрепив иммунитет кишечника и всего организма в целом. А почему же ферменты так важны для нас? Без ферментов невозможно ни пищеварение, ни дыхание. Без них ни единого раза не сократится сердце, и не будут работать мыслительные процессы в головном мозге. Ферменты участвуют в беременности, в родах, уменьшают воспалительные процессы, улучшают иммунную систему, также участвуют в синтезе ДНК. То есть можно уверенно сказать, что управление жизнью – это ферментативная реакция. И мы можем легко получить ферменты, также все необходимые витамины, микроэлементы, кислоты из натуральных продуктов, из наших проростков. Люди испытывают постоянно недостаток витаминов, минеральных веществ, и это, естественно, ведет к снижению иммунитета, к гормональному нарушению и нарушению процесса синтеза белков и всех других необходимых и важных соединений в организме человека. Но люди, как правило, не задумываются об этом, ну или просто даже не знают. Также очень важно потребление клетчатки. Если вы употребляете только вареную пищу, вы никогда не получите необходимое количество микроэлементов, витаминов и клетчатки. Поэтому просто жизненно важно, необходимо потреблять проростки каждый день. Пить смузи по утрам или на ланч, добавлять салаты или даже просто класть на бутерброд. Можно делать небольшие закусочки с ростками. Все народы по всему миру с древних времен употребляли проростки. Китайский император, например, около 3000 лет тому назад до н.э. написал книгу о целебных свойствах ростков и других трав. Или вот еще один пример. Всемирно известный капитан Джеймс Кук поил своих моряков специальным напитком из проростков и победил такую болезнь, как цинга. Также на протяжении Первой мировой войны солдат вылечивали от цинги этим замечательным волшебным напитком из ростков. А на протяжении Второй мировой войны в связи с нехваткой продуктов солдат кормили ростками, и это был отличный ресурс растительного белка вместо мяса. И в исторических данных вы найдете очень много примеров, где людей вылечивали от разных болезней с помощью проростков. По всему миру миллионы людей потребляют проростки, и продолжительность жизни этих людей значительно выше. Ну, а теперь подведем итоги. Вареная пища – это мертвая пища. Жареная пища – это мертвая пища. Промышленная пища – это порой даже смертельная пища. Ну, а живая пища – это биогенная пища, да, это естественная пища. Проростки – это биогенная пища, которая дает как раз-таки концентрат жизни и саму жизнь. Ну, естественно, важно не только правильное питание, но, естественно, конечно, очень важно и активный образ жизни. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Берегите себя, своих близких, свое здоровье. И я желаю вам прекрасного дня и отличного настроения.